МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Позитивные сборы на коллеги в налоговой звучали только радостные цифры. С прицелом на будущее Николай Любимов и руководители ряда образовательных учреждений подписали соглашение о создании кластера машиностроения. Быстрый и меткий сотрудникам неведомственно определили лучших в профессии. Рязанская область получит более 40 миллионов рублей на укрепление берега реки Мокша. Об этом со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова сообщает предслужба областного правительства. Как заявил Макаров, финансирование в размере почти 42 миллионов рублей регион получит в 2022 году. Средства будут направлены на укрепление берегов Мокши в рабочем поселке Кадам. Работы начаты в 2018 году. Это было необходимо, так как во время большого паводка существует возможность подтопления жилых домов. Такой ситуации допустить ни в коем случае нельзя, считает Макаров. Люди, их жилье и имущество должны быть в безопасности. Инициативу позитивно оценил и губернатор. Сам же Николай Любимов сегодня подписал соглашение о партнерстве по созданию кластера машиностроения федерального проекта «Профессионалитет». Пока что в проекте всего 4 колледжа и 4 предприятия. 4 колледжа, 4 производственных компаний региона. С таких цифр стартует проект «Профессионалитет» в Рязанской области. По новому соглашению, как заявил Николай Любимов, подготовка специалистов в регионе выйдет на новый качественный уровень. Соглашение, по сути, дает старт этому проекту. И совместными усилиями в данном случае мы организуем такую современную в нашем регионе площадку, которая укрепит связь между учреждениями профтехобразования и предприятиями промышленного комплекса. Ну и, естественно, повысит результативность их сотрудничества. Средства проекта пойдут в первую очередь на создание необходимой инфраструктуры, причем в кратчайшие сроки. Базой выбран колледж электроники. В ближайшее время здесь закупят необходимое оборудование для учебных мастерских и лабораторий, отремонтируют помещения. Финансирование из бюджета региона составит больше 23 миллионов рублей, более 5,5 миллионов – лепто-промышленных предприятий. Это, конечно, даст хороший толчок для развития, для трудоустройства ребят. Ребята будут сразу работать на современном оборудовании и быстрее будут адаптироваться к реальным производственным условиям. Будущие специалисты благодаря проекту смогут осваивать машиностроение по программам, адаптированным под современные методики и нужды предприятий. Студенты на практике смогут осваивать передовые технологии, особенности работы на сложном оборудовании. Мы входим в кластер по машиностроению, считаем, что это честь, гордимся этим. Здесь участвуют и работодатели, которые свои требования тоже нам предъявляют, и в соответствии с тем, какие требования нам предъявляют, мы уже будем разрабатывать программы. Ожидания вполне оптимистичные. В ближайшие годы кластер подготовит новые ценные кадры для предприятий региона. А с другой стороны, решит одну из важных составляющих – гарантированное трудоустройство молодых специалистов. В десятилетие науки, объявленном президентом, это выглядит актуально. При грамотном исполнении отдача от проекта будет очень большая. Центр поможет сделать нашу систему подготовки профессиональных рабочих кадров более качественной, более эффективной, более предметной. И также позволит повысить конкурентоспособность наших выпускников, поддержать их в решении вопросов трудоустройства. Правительство региона сегодня активно работает над тем, чтобы цели в развитии, поставленные президентом, были достигнуты. Плодотворное сотрудничество в рамках подготовленного соглашения, по словам губернатора, даст ощутимый результат уже в ближайшее время и с годами будет лишь усиливаться, включая большее количество участников. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Темпы роста собираемости налогов в Рязанской области составили 120 с лишним процентов. Все отделы отработали первый квартал с положительной динамикой. Заявил сегодня на коллегии руководитель УФНС по Рязанской области Вячеслав Морозов. Основной тренд ближайшего времени – полный переход на онлайн-формат общения с налогоплательщиками. Возможно, именно с этим связана высокая собираемость. Собираемость налогов в регионе – сплошной позитив. Денег в бюджеты всех уровней в первом квартале прибавилось значительно, в общем профиците больше 2,5 миллиардов. Это при том, что список юрлиц в области значительно похудел – почти на 400. Тем не менее, цифры не могут не радовать. Конституционный бюджет Российской Федерации в первом квартале поступило 18 миллиардов 836 миллионов рублей, что на 2 миллиарда 602 миллионов рублей или на 16 процентов больше аналогичного периода 2021 года. Из общей суммы поступлений 7 миллиардов 214 миллионов рублей поступило в федеральный бюджет с положительной динамикой 120,7 процента. В региональную казну денег пришло тоже больше обычного – почти на 15 процентов. Не последнюю роль в этом сыграли контролеры-аналитики. По итогам их проверок – да начислено больше миллиарда. Немного просели показатели по акцизам и транспортному налогу у юрлиц, но это все поправимо. И на этом служба делает особый акцент. Первый квартал для налоговых органов был довольно-таки успешным, с хорошей положительной динамикой, но тем не менее, еще раз говорю, все-таки упор хотелось бы сделать на втором и третьем квартале 2022 года. Ввиду того, что первый год у нас с положительной динамикой, темп роста у нас составил около 120 процентов. Не в последнюю очередь эти цифры – отражение перехода в онлайн-формат. Дистанционно работать сегодня удобно и выгодно в первую очередь налоговикам. На виртуальной площадке у ФНС уже более 60 электронных услуг и сервисов. Один из которых, как меня видит налоговая, индикатор финансово-хозяйственной деятельности, по которому инспектор и определяет, кого проверять в первую очередь. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С 30 марта в Рязанской области установлен пожароопасный сезон. Для своевременного оперативного реагирования профилактические мероприятия будут усилены, активизированы мониторинг и патрулирование лесов, а также прилегающие к ним территории и торфяных месторождений. Справа сухая трава, еще живая. Слева выжженное поле. Такую картину сняли очевидцы на реке Вожа, что в Рыбном. В комментариях указали, что некий умник сжег целое поле. Теперь правоохранителям нужно найти этого самого гения. Случай этот, кстати, не единственный. С начала года на территории региона уже зафиксировано 153 пала сухой травы. Горело с размахом, площадь 212 гектаров. Вопрос пала сухостоя на особом контроле главного управления МЧС России по Рязанской области. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности, кстати, внушительный. От полутора тысяч до полумиллиона рублей. Зажечь поле – это одна спичка. Вы бросили спичку, поле загорелось. Особенно сухое, нет осадков, там высокая трава. Прямо 5 секунд. 5 секунд – все, поле горит. Подушить поле часы, если я быстро его поймал еще от пожара. К сожалению, что-то я отвержу, может, уже 10 раз, а потом еще раз. Все беды в лесу связаны с пожаром только в этот день. В период майских праздников сотрудники Рослесхоза будут работать в режиме повышенной готовности. Патрулей в лесу станет заметно больше. Возрастет и количество надзорно-профилактических мероприятий. Система у нас в России обнаружения и мониторинга делится на три составляющие. Это наземный мониторинг, в течение которого либо наземным транспортом, либо с помощью видеокамер обнаруживаются те возгорания, те точки, которые бывают в лесном фонде, либо на ландшафтных каких-то территориях. Второе – это воздушный мониторинг. Для этого авиалесохрана задействует 108 современных беспилотников. Третий тип мониторинга – космический. Система информационных систем дистанционного наблюдения. Координаты замеченных пожаров передают ближайшему субъекту. Да и для тушения будут применяться современные методы, которые даже звучат необычно. Например, искусственное вызывание осадков и взрывной метод. Мы финансово, людские и технические обеспеченные лучи в этом году. Еще, скажем, по деньгам это практически будет более всего два раза выше. Кто может не записать никого, это плюс полторы тысячи человек. Лесные пожары уже, кстати, начались. Их регистрируют сегодня в 30 субъектах страны. В половине случаев ликвидировали очаги в первые же сутки с момента обнаружения. Тем не менее, сотрудники авиалесоохраны напоминают, что общему делу может помочь каждый, позвонив в региональный МЧС или на единую линию лесного хозяйства. В преддверии 9 мая общественные активисты и юнормейцы приготовили ветеранам свои сюрпризы. Вместе с сотрудниками управления по делам территории города Рязани они очистили от мусора и привели в порядок придомовые территории в местах проживания ветеранов. До управляющих компаний доведен список дворов, составлен график уборки и перечень необходимых работ. Речь идет о улицах Советской Армии, Произе Речников, поселке Мехзавод. Всего около 100 территорий. Работы по благоустройству этих территорий практически завершены. Восьмой форум «Живи, Святая Русь» собрал в библиотеке имени Сергея Есенина всех неравнодушных. Его лейтмотивом стала известная фраза «Да не оскудеет рука дающего». Говорили о благотворителях, меценатах и храмостроителях. В этом году местом проведения форума «Живи, Святая Русь» символично выбрали центральную библиотеку имени Сергея Есенина, как одного из самых ярких исторических и культурных персонажей нашей страны. В этот раз говорили о тех, кто неравнодушен – о благотворителях, меценатах и храмостроителях. В течение года мы не только собирали информацию об известных людях и не очень, но старались донести до каждого. Ну, до каждого невозможно, но все-таки побольше поездить, порассказать о наших таких вот людях, которые достойны нашего внимания и нашего почтения. «Идея форума – не просто познакомить детей, взрослых с работой такой благотворительной, но еще построить такой мостик из прошлого в настоящее. Потому что, когда мы работаем над какой-то информацией, мы все время спрашиваем себя, а вот что способствовало тому, что человек открывает свое сердце другим». Проект «Живи, Святая Русь» – это активная площадка для дискуссий и встреч от Рязанской епархии. Конференция воспитывает духовное развитие подростков, как считают священники. «Очень важно, чтобы молодежь научилась не только плохому примеру, которого сейчас масса преподается и все время преподавалась, но и хорошему примеру о том, как вообще эту жизнь прожить, чтобы не стыдно было потом предстать пред Богом. Потому что тот багаж, который человек с собой накопит за эту жизнь, он может стать для него или спасительным плотом, или мельничным жерновом, который завяжется на его шее и тащит на самое дно. И вот этот форум, он этому посвящен, преподаванию именно хорошего примера». Преподать хорошее в Рязани – уже один из главных культурных трендов. С каждым годом число неравнодушных, для кого вера и духовность – не просто слова, возрастает. Как считает церковь, такие площадки – место единения и поддержки. Потому что благотворительность сегодня – это не только деньги. На базе учебно-тренировочного центра управления Росгвардии по Рязанской области определили лучшую группу задержания в составе вневедомственной охраны. За победу боролись 11 команд, тройку призеров знает Валерий Седов. Стрельба по мишеням из стабельного, полоса препятствий и осмотр здания. Все эти этапы конкурса профессионального мастерства групп задержания вневедомственной охраны прошли региональные экипажи. Для них это не что-то новое. Сотрудники отрабатывают такие вещи на тренировках до автоматизма, чтобы в реальной ситуации все прошло без запинок. А на конкурсе и подавно. Сотрудники Росгвардии прошли проверку знаний законодательства, регламентирующего их служебную деятельность и правил дорожного движения, а также отработали действия при поступлении сигнала тревога сохраняемого объекта. Росгвардейцы продемонстрировали физическую подготовность и владение боевыми приемами борьбы. Все задачи, выполняемые конкурсантами, были максимально приближены к реальным ситуациям, с которыми сотрудники вневедомственной охраны сталкиваются в повседневной деятельности. На татаме экипаж из Рязани Алексей Мартышов вместе с коллегой демонстрирует жюри обезоруживания противника приемами рукопашного боя. Тренировок у ребят было много, поэтому качество на уровне. Мы с моим напарником показали хороший результат на этом этапе, то есть руководство нас отобрало во второй этап, то есть мы с ним активно занимаемся, бегаем, плаваем, подтягиваемся, на лыжах была зима, занимались. Хотим с моим напарником показать высокие результаты, отобраться дальше и поехать в город Воронеж. И результаты ребята показали и правда высокие. Баллы за все этапы наконец подсчитаны и сегодня комиссия оглашает результаты. Из 11 экипажей групп задержания из Рязани и области победителями стали Алексей вместе со своим коллегой. В Воронеж они едут точно. Второе место у команды из Ряжска. Замкнул тройку лидеров в Краблинский район. Теперь сотрудникам предстоят упорные тренировки. Впереди всероссийский финал в Воронеже. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»